Всем доброе утро. Я буду говорить о катагазине бластомы и как мы мониторируем пациентов с нейробластомой, как мы мониторируем метаболиты катахолонимы. Очень часто такая солидная экстракорниарная опухоль встречается у детей в Нидерландах, 25-30 таких пациентов с каждым годом и средний возраст, когда мы ставим этот диагноз, 18 месяцев. Вы видите схему развития нервной системы, вот из этих клеток нервных появляется нейробластома, она проходит через полую. И самое обычное – это адреномидола, также она может распроцениться сюда, в эти симпатические цепочки. И получается, что мы для диагноза можем использовать катаколомийную экскрецию. Вот как мы работаем в клинике. Это пациент, у нас подозрение нейробластома, мы собираем мочу, делаем анализ. Мочи обычные, маркеры используемые, и врач говорит, скорее всего, это нейробластома или, например, вряд ли это нейробластома. Но эти маркеры общей чувствительности имеют 85%, то есть 15% пациентов структурно мы упустим, если будем включать только эти два маркера. Но и мы себе задаем вопрос, а как же другие метаболиты? Это упрощенная схема катаколоминов, катаколоминов и разбит, мы видим теразин, аминокислота, затем он преобразуется в аминокислоту, нораденефрин и адренефрин, они затем развиваются на норметанин, тереметанин, метанамфин и, наконец, продукты ВНИ, ЭЧВИ и ВМИ. Таким образом, большинство лабораторий в мире занимаются этими двумя маркерами главным образом, но мы в Нидерландах включаем также все другие маркеры красные, эти маркеры в нашу панель. Мы спрашиваем себя, можно улучшить чувствительные диагностики, если дополнительные маркеры сюда включим? И, во-вторых, если мы включим эти дополнительные маркеры, можем ли мы что-то сказать по поводу прогноза, можем ли мы оценивать риск на основании уровня метаболитов? Мы провели крупное когортное ретроспективное исследование, 8 маркеров были включены на момент диагноза, включив всех пациентов с 1990 по 2014 год, и получилось 301 пациента. У нас мы их разделили на две когорты, тестовые когорты и когорты валидации. Две когорты были очень аналогичны, когда речь идет о клинической демографии, мы могли их сопоставлять также, эти две когорты. Если посмотреть на график с левой стороны, вы видите чувствительность диагностического каждого метаболита, включая комбинацию ЧВИ и ВМИ, в нашей когорте это составило 84%. И как вы видите, норма метанофрина является единичным маркером, единственным, который уже более чувствительный. Когда мы объединяем с другими маркерами, получается уже 92% чувствительности, и вся эта панель дает нам чувствительность 95% диагностики на 11% улучшения по сравнению с тем, когда мы используем классические маркеры. Можно сказать, но это не так интересно, но если сфокусироваться на пациентах, у которых сложнее продиагнозировать, например, у них MIBD scan, то есть вы не видите опухоль, но с такими пациентами обычно вот здесь вот негативно получается, отрицательно по классическим маркерам, и поэтому очень трудно их продиагнозировать. Но если другие маркеры норма метанофрина использовать, вы получаете повышение на 56% чувствительности диагностической по таким пациентам. И мы, конечно, явно видим улучшение диагностической чувствительности, если добавим еще метаболиты. Следующий вопрос. Можно ли улучшить вообще оценку риска, если добавим еще метаболиты? В соответствии с голландским протоколом мы смотрим на стадию заболевания, времени постановки диагноза, возрасте диагноза, была ли амплификация, и, может быть, один был потерян в этой опухоли. Мы смотрим на гетерозиготности и также другие наблюдения, и получается пациенты с низким риском, со средним риском и с высоким. Группы риска соответствуют, конечно же, прогнозу выживаемости, продолжительности жизни, и, конечно, от этого зависит наше лечение. Другие протоколы риска, и СИАПИН, тоже сюда включен А19Q, есть гистология, есть американская группа, это делает. Но в соответствии с тем, что мы знаем сейчас, мы видим, что большинство из этих схем риска, они субоптимальны, они ведут к классификации пациентов как высокий риск, но они хорошо на это отвечают, и можно их лечить менее интенсивно. Есть некоторые пациенты, которые неправильно категоризируют в нижнюю степень риска, то есть слабый риск. То есть получается, что это более чувствительный биомаркер, и потом у нас очень много сигнатур генов деятельности ломереза. Раз, это следующий будет доклад, и мы смотрим, можно использовать катехоламины как химические маркеры для этого. Прежде всего, мы должны определиться, можем ли мы оценить корреляцию между повышением различных маркеров и различными клиническими факторами, такими как возраст, постановка диагноза, стадия заболевания, если это четвертая и так далее. Группа риска, высокий риск, амплификация меньше одного, признаки первичной опухоль, вовлечено ли мозговое вещество, сканами ВИЧ, гистопатология и пол пациента. И что мы видим? Из всех этих метаболитов, включая соотношение между двумя этими метаболитами, три метаболитами коррелируют семью с десяти параметров. И поэтому это вполне релевантно для прогноза возраст, стадии, амплификация, вовлечение мозгового вещества. И мы смотрим на соотношение коэффициент между двумя этими классическими маркерами, посмотрим на это и скажем. Но если предположить, что эти факторы риска определяют прогноз, можно также ожидать, что, по крайней мере, эти два маркера будут коррелировать с исходом для пациента. Нет, здесь не видно, хотел вам показать серую линию. Ну хорошо, тогда поверьте мне, я вам скажу, где вот эта линия. Здесь вот у нас есть группа, у которой этот коэффициент между теми HV свыше 0,5. Это граница, точка отечения, которая в 1993 году была уже описана группой SIPEN. И то, что мы видим и в тестовой когорке, и в когорте валидации, мы четко видим эту ассоциацию между этим коэффициентом ниже 0,5 и плохим исходом по сравнению с этим коэффициентом, когда это выше, это соотношение выше 0,5 и уже другой исход у пациента. Видите вы серую линию или нет, я не знаю. Вот это количество пациентов и события. Но вы хотя бы можете догадаться, где должна быть эта серая линия, понятно. Но если сравнить повышение тримитоксорелина в диагнозе, мы видим, что по крайней мере вот это разделение между этими двумя группами, оно гораздо четче здесь видно. Если тримитоксорелина повышена по сравнению с неповышающимся, но из-за этого мы можем только сделать вывод, что вот эти коэффициенты и тримитоксорелина коррелируют с клиническим исходом. И мы также провели такой комбинированный анализ, включили и тримитоксорелина, и вот эти коэффициенты. И здесь мы очень четко видим, как показывает вот эта зеленая и синяя линия, что если тримитоксорелина повышена, уже неважно какой здесь коэффициент, прогноз будет очень плохой здесь. В любом случае для пациентов без повышения тримитоксорелина мы видим, что если коэффициент ниже 0,5, то у них значительно хуже прогноз. Но эти пациенты обычно с локализованным заболеванием, без амплификации онкогенов. Здесь мы видим этот коэффициент, смотрим на этот коэффициент, мы включаем метаболиты, мультивариантный анализ и сравняем их с другими известными фактами риска. Мы видим, что только тримиты, действительно, это независимый факт риска для беспрогрессивного, для общего выживания и для бессобытийного выживания. Нет, ретроспективно мы делали перспективную и ретроспективную валидацию. Две панели вверху – это наши когорты голландские с 2014 по 2018 год. Мы включили 95 пациентов в этой когорте. Здесь вы также видите повышение тримиты и диагноз очень четко коррелирует с плохим прогнозом по общему выживанию, общей выживаемости и по бессобытийной выживаемости. Хотя, в общем-то, мы ведем этих пациентов довольно короткий период времени. В Италии они упрошены, используя эти метаболиты, и в этой когорте вы видите абсолютно то же самое. Повышение тримиты коррелирует с плохим прогнозом. И вот мы вам показывали, как можно коррелировать метаболиты с исходом, но мы не объяснили, почему так. И в соответствии с большинством исследований, тримиты считаются неактивным метаболитом. То есть нет прямого эффекта тримиты, наверное, что-то еще влияет. Мы можем коррелировать с гистопатологией. Мы видим с генетическими операциями четкая корреляция, но он не зависел от них. Мы также проверяли корреляцию между размером опухоли и ситуацией. То есть она может экскретировать больше метаболитов, если там метастазы есть, она крупнее. Но мы этого не заметили. Мы видим здесь шкалу риска, измеряем метастазы. Но тут нет никакой корреляции, когда мы смотрим на размеры первичной опухоли, на одиночную опухоли. А как же можно это объяснить? Мы смотрим на генную экспрессию с повышенным и неповышенным тримиты пациентами. И что мы сделали? Мы начали с анализа МАЧИ, разделили когорту на тех, у кого повышен тримит, у кого не повышен. Зачем сравнивали экспрессию этих пациентов, этих двух групп. И мы дальше рассматривали сигнатуру гена. Она разная у групп 8 генов, 4 повышается, 4 снижается. У пациентов, у которых повышенная 3 МТ, сейчас у нас есть уже какой-то индикатор. Мы уже видим, что процесс, который мы видим в моче, он тоже отражает уровень экспрессии, уровень генов. Если мы разделим пациентов на основании генной экспрессии, мы также получим ту же самую прогностическую группу. Более того, мы, когда стараемся вначале проанализировать их генную экспрессию, какой будет уровень 3 МТ в моче, мы увидели очень хорошую корреляцию, и сигнатура действительно представляет уровень 3 МТ в моче. Сейчас у нас есть суррогатный маркер для 3 МТ в моче. Мы делаем тот же самый анализ на генном уровне, используем генную сигнатуру 3 МТ. И если сигнатура высокая, то у пациента повышенный 3 МТ в моче. И таким образом мы смогли протестировать, проверить свою гипотезу, основываясь на американских пациентах, немецких пациентах. И поскольку немецкая горта была очень большая, мы могли ее также разделить на локализованное заболевание без амплификации на пациентов высокого риска. Во всех случаях вы видите, что если высокая сигнатура 3 МТ в моче повышена, мы видим гораздо худший прогноз по сравнению с той когорты пациентов, у которых этого не наблюдается. И, конечно, очень много доказательств этому. Но, во всяком случае, очень хорошая корреляция между уровнем 3 МТ и исходом. Ну а почему мы пока не объяснили, для того, чтобы объяснить, сравниваем сигнатуры 3 МТ с другими известными сигнатурами, используем разные базы данных. И тут мы видим разные сигнатуры, сигнатуры метаболизма, которые ассоциируются с высокой циклой. Мы смотрим и сравниваем сигнатуры 3 МТ, чтобы увидеть эту активность опухоли. И очень хорошая линейная корреляция возникает у пациентов, у которых высокая активность 3 МТ, и у них также более высокая мекоактивность в опухоли. Когда мы разделяем когорты по сравнению с пациентом, у одной высокой сигнатуры, у других низкой, мы делали анализ меко, и 90% пациентов как раз вот в этих двух группах, в этой кластере, либо у них активная с 3 МТ или неактивная без 3 МТ. И что здесь удивительно в этом анализе, две трети – это красные кружочки, то есть у них амплификация мегонкогенов, а у других нет этой амплификации. То есть это единичные копии, но тут тоже есть активность, и она более агрессивна, но это совсем не основано на амплификации мегонкогенов. То есть что-то другое провоцирует активность, мекоактивность в опухоли. Если будет амплификация мегонкогенов, будет 65% активности по сравнению с 59%, по сравнению с 88% активность в опухоли. Последний слайд. А как можно повысить, как повышенная мекоактивность вызовет повышение 3 МТ, основываясь на нашем знании метаболитов катехоламинов и на предварительных исследованиях, наша гипотеза такая, что повышенная мекоактивность снижает регулирование земной. Теперь, чем мы видим, тут обратная корреляция с мекеном. Здесь много мекена, высокая 3 МТ, а здесь низкая 3 МТ. Нет, мекоактивность в опухоли, очень много БВХ. Это повлияет на метаболические пути. Вот здесь заблокирует их и вызовет аккумуляцию вот таким образом сюда, и будет аккумулироваться 3 МТ. И чтобы все это обобщить, другие также метаболиты катехоламинов повышают чувствительность диагноза, в особенности у пациентов, у которых может быть негативный ген. Негативные пациенты сложнее у них диагностировать, но мы можем использовать главным образом 3 МТ как прогностический биомаркер у этих метаболитов катехоламинов. Он хорошо коррелирует с активностью в опухоли, поэтому у нас с биологической точки зрения очень рационально использовать эту ассоциацию. Сейчас мы проводим европейское исследование, чтобы провести валидацию всех этих фактов, которые мы обнаружили. И мы, конечно же, ищем корреляцию между повышенным 3 МТ и активностью тылами разы. Это бы все объяснило, но это уже тема следующего доклада. И во всех проектах я хочу поблагодарить очень много людей. Моего наставника Вилли Юг, фонда Вилли Юг, который спонсировал это исследование. Большое спасибо за ваше внимание. Есть ли вопросы? Большое спасибо. Очень четкий, хорошо структурированный доклад. Большое спасибо. Очень интересная была презентация. А как вы собирали анализы мочи? Как отдельно или суточно? Что вы использовали именно? Очень хороший вопрос. Действительно, надо четко все расписать, как берется анализ мочи. Раньше суточно использовали анализ мочи. По всем метаболитам мы смотрели, но в лаборатории мы решили перейти к одной отдельной порции мочи, которая также чувствительна и также эффективна. Мы не видим больших измерений. Либо мы делаем суточное мониторирование мочи, либо разовый такой метод сбора может быть разным. Но с клинической точки зрения, вот такая вот отдельная порция, а не 24-часовой мониторирование мочи лучше. Раньше мы использовали метод, основанный на жидкостной хроматографии высокого разрешения. Сейчас диагностика вся делается на основе масс-спектрометрии для анализа. Но оба метода, они сопоставимы, используем и жидкостную хроматографию. Но, собственно, результаты те же самые практически. Большое спасибо. У меня еще есть вопрос. Метаболиты, они стабильны, да? Ну, легче, наверное, это так сделать. Допустим, может быть, у вас в Голландии, ну, в России такая огромная страна, транспортировка, все, чтобы они не испортились. Ну, собственно говоря, да, это все тоже надо отметить. Я вот просто вернулся. Я хочу показать опять схему метаболитов. Можно мне вывести этот слайд? HPV, ИВМИ, ИНОРМИТОНОФРИМ, 3МТ. Да. Вот эти пять, вот они стабильны. Но если хотите их еще больше стабилизировать, добавляете кислоту, забираете мочу до 2-5, вы должны ее окислить, и тогда можно ее транспортировать, можно ее также замораживать. Если заморозите для транспортировки, будет еще лучше. И вот допамин, норапинофрин, эпинофрин надо, конечно, они должны окислять мочу, она нестабильна, но вы должны также, когда это делаете, мочу содержать в темном контейнере, в темной пробирке, может быть, в холодильнике, там достаточно темно тоже, но они должны очень долго на свету. Если целый день будет под солнечным светом, будет деградация. Метаболитов. Ну, то есть можно с этой ситуацией справиться. Спасибо, пожалуйста. А если вы заморозите мочу и окислить ее, то можно полтора года хранить нормально. Ну, в общем, можно транспортировку делать, ничего сложного в этом не будет. Еще есть вопросы? В следующем докладчику. Спасибо большое, Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.